Пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня хочу рассказать об игре Принцев Персия The Two Thrones, которая вышла на Джава. Одно из самых охуенных экшен-игр на Яве. Но, бля, стоит начать по порядку. В отличие от пиздец какой мрачной и депрессивной второй части, третья снова стала красочной сказкой. Солнышко светит, птички летают, ну охуенно же! Паркур теперь пиздец какой зрелищный, и да пиздец, что он окно-кнопочный. Отсутствие пиксельных прыжков это только плюс. Больше вы не будете орать, Еблан, сука, куда ты, мудак, пиздопляцкий, прыгаешь? Боевая система обросла QTE, и оглушив врага, можно охуенно его расхуярить, если нажать кнопки, которые будут на экране. Но можно и проебаться, и словить контрпиздюлену в ебало. Хотя обычно это не критично, и можно будет дохуярить обычными ударами, и похуй на отток QTE. По сюжету главный герой иногда будет превращаться в черного властелина. Так, стоп, это не та игра. По сюжету вы будете превращаться в темного принца. Охуеть какой поворот, да? Это серьезно меняет механику игры. Темный дохуя акробат, и может через пол экрана цепляться цепью. Еще темный настолько охуевший бесстрашный, что не имеет блока. Платформенные уровни иногда будут разбавлять гонки на ебаных колесницах. Впрочем, они изи, как и вся игра. Это самый легкий принц на яви. Но здесь еще есть хард-сложность. Не скажу, что там какой-то пиздец. Игра лишь немного станет сложнее. Если хотите хардкора, всегда можно устроить себе охуенные челленджи. Не превращаться в принца по скрипту, и хуярить дальше в форме, которая не подходит для прохождения уровня. Иногда даже так можно будет пройти дальше. Избегать врагов скипать прыжками части уровня. Здесь на самом деле большой простор, если вы дохуя киберспортсмен. А, да, здесь классическая ситуация для явы и для слабых телефонов. Порезали уровни. Поэтому, если вы о уровнях с колесницами думаете, что за хуйня, не было такого, то, Рилли, все было просто. Вы были с бомж-мобилой. Но вы немного потеряли на самом деле. И даже когда вы пройдете игру, у этого шедевра еще останется, чем вас удержать. А именно, режимом выживания, где вы не поверите, блять, надо выживать против толп врагов на арене. И пришло время подвести итоги. Это охуенный быстрый экшен с завораживающим графоном и изумительным левел-дизайном. Здесь, блять, не может быть никаких сомнений. Это 10 из 10. Всем пока!